всем привет вы на канале цветочное счастье дорогие друзья сегодня небольшой обзор моих новинок не так давно я получила посылку с вегетативными колиусами заказ ко мне пришел как в виде укорененных черенков так и в виде срезов обзор посылки не снимала потому что растение плохо перенесли дорогу и вот 10 дней находились у меня на адаптации и несмотря на то что вот я сейчас снимаю видео в теплице на самом деле колиусы находятся у меня в другом помещении ну в общем сегодня видео подробно вам все расскажу как многие черенки я приводила в чувство в какой упаковке пришли в какой объем я сделала перевалку также как поставила на укоренение срезы и в каких условиях они укореняются ну и конечно все эти сорта которые я заказала все подробно вам сейчас расскажу и покажу начну с названия сортов здесь для меня топ-10 колиусов которые я очень хотела иметь своей коллекции один срез пришел на замену и два пришли бонусом есть конечно колиусы которые показывают уже свой истинный окрас ну а есть которые пока еще вот в таком цвете ну я думаю комбат и так можно узнать вот такой яркий пестрый уже у него листик прекрасная ханна вот сейчас вот такая так это бронза пагода оранж кона рэд он панган так то по моему до мэри поза вот такая красотка но вот это комбат это как бонус вот этот сорт пока не знаю но я отправила фото она мне должна прислать название аватар пока еще вот в таком зеленом цвете так это минт мокко и ватермалон вот здесь вот побольше был срез вот как раз на замену а вот этот был укорененный ну там очень мало было корешков но он вообще очень маленький вот я думала что он даже и не выживет но ничего все с ним в порядке в общем вот такие сорта я заказала укорененные черенки ко мне пришли в посылке вот таких 200 граммовых стаканах в качестве грунта здесь был агроперлит несмотря на то что агроперлит был влажный все равно тургор у листиков был нарушен но были они такие вяленькие и все были изогнуты так как было темно а они искали света первым делом что я сделала вытащила каждый стаканчик с посылки расставила на подоконнике окно у меня закрыто жалюзи и а прямых солнечных лучей не попадала сделала легкое опрыскивание водой комнатной температуры с добавлением циркона чтобы немножко снять стресс растениям после дороги агроперлит не поливала и так я оставила эти растения на 5 дней на следующий день я обратила внимание что черенки потихоньку стали выпрямляться тянуться к свету но сейчас уже вот спустя 10 дней они вот такие ровные теперь что касается срезов каждый низ среза был обернут влажным ватным диском и также еще помещен отдельно в пакетик но тургор конечно все равно был нарушен очень сильно срезы прям пришли вообще такими тряпочками я сначала поставила их воду но смотрю что результата никакого даже после опрыскивания потом я каждый срез поместила в такую емкость залила водой и в общем они там лежали у меня 40 минут и напитывались влагой и когда я уже увидела в общем подняла вот так срез а он так прям листики стояли бодренькие а тогда я опять поставила в водичку и также вместе с этими черенками срезы стояли в воде 5 дней как только прошло 5 дней я каждый срез поставила на укоренение в качестве грунта у меня здесь торф агробалт немножко цветочного грунта и хорошая такая часть агроперлита в общем важно чтобы грунт был легким рыхлым и воздушным и в общем поставила каждый черенок укореняться вот такую емкость накрыла сделала опрыскивание накрыла вот так пленочкой и маленький уголочек оставила для проветривания и поставила в такое прохладное помещение у меня сейчас там находятся гортензии в этом помещении там температура 20 градусов подсветка 12 часов в общем срезы чувствуют себя прекрасно вот сейчас открыла вижу что чуть-чуть тургор нарушился ну вот сейчас сниму видео опять сделаю опрыскивание и отнесу на место в этот же день пересадила укорененные черенки грунт точно такого же состава единственное что в емкость я выбрала немножко побольше но сразу посадила вот в такие пол-литровые стаканчики когда доставала корневую систему посмотрела очень она хорошо была развита вот как раз сейчас этого объема вполне достаточно аватар у меня тоже был укоренен а вот в агро перлите но когда я достала и стала его пересаживать обратила внимание что там очень-очень маленькая корневая система поэтому я пока его посадила вот в такой же 200 граммовый стаканчик и вот мэри поза тоже имела такую небольшую корневую систему сразу большого объема давать не хочу в общем чтобы растение равномерно росло и развивалась вот эти укорененные черенки несмотря на то что у них уже неплохая корневая система тоже пока постоят в более прохладном помещении в теплице им очень жарко колеусы конечно уже с хорошей корневой системой прекрасно переносят вот такую жару и растут все активнее где заказывала череночки несколько слов заказывала у галины гуськовой краснодарский край у нее огромная коллекция как колеусов так и гортензий ну вот так дорогие друзья вот такое видео получилось если интересно оставайтесь со мной на канале подписывайтесь будем дальше следить за ростом и развитие моих новинок любоваться пестростью окраски колеуса в саду и не только а я прощаюсь до новых встреч до новых видео всем пока пока